Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Гацко Виталий Викторович. Дата рождения ваша? 5 апреля 1997 года. А придвинься сюда, да? 5 апреля? 1997. Город рождения? Тульскую область, Богородицкий район, поселок Товарковский. Тульские пироги, да, из самого? Можно и так сказать. Звание, должность? Рядовой, механик-водитель. Механик-водитель. Понятно. Это добровольная беседа, вы можете от нее отказаться. Даете ли вы добровольное согласие на записи публикации? Даю. Почему вы не отказываетесь? Ну, чтобы узнали. Родные и близкие, друзья. Что вы в плену? Да. Понял, это откровенная, ну это правильная позиция, наверное. Я бы так, наверное, делал бы. Вы контрактник? Короткосрочник. Короткосрочник. Вы когда служили срочкой? 2015-2016. Кем вы были? Механик-водитель тоже. Механик-водитель. А сейчас вы подписали короткосрочный контракт? Ну, добровольно-принудительно, скажем так. Расскажите, что такое добровольно-принудительно? Ну, вызвали военкомат в повестке. Это когда было? В мае. В мае месяце нам пришла повестка? Да. И что в ней было написано? Явится в такое-то время военкомат. Для чего? У вас же нет мобилизации, его уже отслужили. Отдали долг. А кого это там волнует? Отдавал я доху или не отдавал? Ну, пришли вы военкомат. Что вам говорят? Ну, так и так контракт. Подписывайте. Или там могут посадить на какое-то время. За что вас посадить можно? Ну, то есть вы приходите в военкомат. Вы с офицером разговаривали? Да. А с кем? Подполковник, что ли. Подполковник? Ну, это, наверное, главный в военкомате, командир, комиссар. Наверное. И что он вам говорит? Вот контракт. Ну, перескажите, как это было. Нам реально интересно, потому что у вас мобилизации нет, но она, по ходу, есть. Она, по ходу, не добровольная, потому что, я так понимаю, угрожают тюрьмой. Ну, бывает такие случаи, да, угрожают. Так расскажите, как это? Вот стоит подполковник, вы стоите там в шортах, в гражданке. Ну, да. А он говорит? Что? Ну, сперва объясняет, это это, то, что там, какой оклад, ветеранка, вот это вот. А что, какой оклад? Ну, 120-150 где-то такое. 120-150. А что такое ветеранка? Ну, типа ветеран боевых действий. Что вроде этого. И что это дает? Льгот какие-то. Я сам точно не знаю. Я еще чуть-чуть повыше перецеплю, потому что вы говорите не громко, чтобы потом не добавлять там. Оклад 120, ветеранка, и что еще? Все. Все хорошо. И что вы говорите? Ну, я поначал сказал, подумай, потом мне уже начали говорить то, что могут посадить. Вот это. Говорите. Я по 10 дней походил, ну, подолгнул, сидеть не охота. А долго беседа была с ним? Блин, сейчас, наверное. Час? Ну, где-то так, ну, может, меньше. Так расскажите хоть там две минуты про что было беседа. Вы сказали только два пункта, ветеранка и зарплата. Что он рассказывал? Ну, плюсы вот этих вот, контракт вот этих вот, в принципе. А какие плюсы в контракте? Ну, какие там плюсы. А контракт дали пример почитать? Нет. Малу в Туль подписываю, отвозили. Ага. Вы послушали, сказали, я подумаю, и пошли. Ну, я побегал 10 дней. Сидеть-то тоже неохота, сами понимаете. Побегал? Что значит побегал? Ну, военкомат. Поскрывались? Ну, что-то. Прикольно. Плохо, что не добегали. А зачем надо было бегать? Да кто их, значит, у них во этом? Если уже начали этим угрожать-то. А он нам сказал, что если не подпишешь, то что будет? Могут посадить. Могут посадить. Побегали 10 дней и? Ну, сидеть, естественно, неохота. Пошел в военкомат. А звонили все это время? Да. Часто? Ну, по два раза в день где-то так вот было. И что, кто звонит и что говорят? Ну, я не отвечал на это звонки. Ну, понятно, что будет в военкомат. А, ну типа незнакомые номера? Да. А на десятый день пришел сам? Да. И что, приходишь ты и что ты говоришь? Ну, поскольку сидеть неохота, давайте подпишу там самый минимальный контракт, какой есть. Три месяца. Три месяца. И что дальше? Отправили в часть. В Тулу? Нет, не в Тулу уже. Это уже в Москву. В Таманскую дивизию. Таманская дивизия. Элитные войска. Ну, это как посмотреть. А Таманская дивизия это что там, спецназ или десант? Пехота. Пехота. Это Псковская, я путаю. Псковская дивизия. С военкомата вас отправили в Таманскую дивизию, воинскую часть. Это было уже где-то, я так понимаю, 20 мая? Ну, это тридцать… Нет. Тридцать первого уже. Тридцать первого мая. Восемнадцатого мне по повестке пришла. Где-то под конец месяца я явился. Ага. И сразу повезли? Да. Много вас повезли? Двух. Два человека всего лишь? А что это так мало? А второй взрослый или такой какой? Постарше меня. Постарше. Привезли вам что, дали военные билеты? Военники были у вас? Да, военники у нас были на руках. Форму выдали? Ну, мы там какое-то время там ходили-ходили, сколько недель. Потом через неделю нам выдали форму, амуницию. Ну, полностью экипировку. Да. Через какое-то время начали выдавать уже бронежилеты. Потом еще через пять дней нас уже на стрельбище повели. Ну, по магазину отстреляли, в принципе, все. Потом у меня началось вождение боевой техники. На чем вы… БНП-2. Понятно. Дальше как, собственно говоря, когда вы пересекли границу и попали уже в Украину? В конце июня. Июня, в конце июня. В 27-м где-то так вот. Через какой расселенный путь? Блин. Белгород, приграничный поселок там за 4 километра. Понял, это харьковское направление. Понял. Дальше, собственно говоря, что происходило? Как вы разместились и что и чего? Ну, нас вывезли в сторону Изюма. Там какой-то лес был и песок. И какой-то поселок, то ли еще что-то там рядом. Я не помню, там церковь была большая такая. Сколько мы там просидели? Недель-две где-то. Потом нас согнали в Урал, посадили в Урал и отвезли в Копанке. Копанка? Да. И там что было? Там тоже разместились, сидели все это время. Два месяца. Чем вы питались? Ну, поначалу горячее питание подвозили, потом водители испугались туда на передок ездить. Как это водители могли испугаться? Они же... Ну, они сказали, у вас там стреляет, мы не поедем. Это военные ваши? Да. А как они так? Типа, а люди с голода пусть? Сами ходили. Вы ходили сами? В Копанку ходили сами за слухойками уже в итоге. А это далеко? Ну, Копанка это блиндаж, это типа... Это деревня. Деревня. Да. Ну, где-то два или три километра до деревни от передка. Спуститься, подняться. Понял. Вы типа с передка, с окоп, ходили в деревню и набирали... Воду. Воду. Сухпайкидом. А водители до этого привозили прямо на передовую, да? Ну, почти на передовую. Там, может, полкилометра где-то до передовой. Вгружали. А что командир им сказал за то, что не отказались? Командиры ничего не сказали. Так людей же кормить надо. Мне кажется, их это особо не волновало. Я был на передке, я сам толком ничего об этом не знаю. А на передке с вами офицеры были? Да, были. А кто был? Лейтенанты. Лейтенанты? Младше тебя. Да, командир рота был младше меня год на два, два-три года. Опытный боец? Нет. Что вы между собой разговаривали? Ни о чем, в принципе. Как бы не помереть бы. Не помереть бы? Ну, вы же между собой добыли еды. Как вы оцениваете логистику и уровень обеспечения войск Российской Федерации второй армии мира? Не очень. Не, в каких-то полках, там, первый пол до нас был, им привозили все четко. Вот у нас 15-й, в Гвардейском, от Стрелковой, всегда были проблемы с этим. Изначально. Сухпайков хватало? Не всегда. Ну, все как положено, один сухпай на сутки на каждого солдата? Да. Начало так и было. Потом, когда уже часть наших спиритка ушли, остались механики-водители на заднюю полосу перешли. Ну, точнее, не перешли, мы там и были. Изначально. Начали выдавать по одному сухпайку на два дня на солдата. И вы, типа, получается, не доедали? Ну, что-то вроде того. Ну, выдавали там с гуманитарки иногда. Вот это вот так называемое. Вкусное? Ну, я не ел, поэтому... Там одни кости, можно сказать. Ну, вторая армия мира должна ехать на костях, видимо, там, солдаты сытые. Были у вас двухсотые, трехсотые за время вашего вот этого вот проживания на передке? В девятой роте один двухсотый. В основном остались все трехсотые. И что, как это, что люди говорили? Ну, двухсотые. Ну, я так понимаю, мина прилетела, да, или артобстрел был? Ну, мина в дерево прилетела. В окоп, поскольку залетели. Ага. Трица срезала. Что с ним было? Погиб. Погиб. За что он погиб? Да ни за что. Не, как это? Так просто человек не может погибнуть. Ну, вот, за что погиб этот? Вы знаете его фамилию и мя отчасти? Нет. За что он погиб? Вот вы лично для себя, как человек, пока не говорим там про пропаганду, про страну, вы лично как человек для себя, вот. Как его звали? Я не знаю, как его звали. Пусть будет Иван. За что погиб Иван? Я не знаю, за что сказать-то. Просто ни за что можно сказать. Давайте поговорим. Зачем вы сюда пришли? Надо у правительства спрашивать, зачем себя били войска-то. Вы готовы отдать жизнь, не зная ответа на вопрос? Чему? Нет. Да, тогда расскажите, я же задал. Вы с автоматом, Иван уже погиб, Ваня. Точно такая же мина может прилететь вам? Может. За что бы убили вас? Ну, за что бы вы погибли? Я даже не знаю, за что. Еще проще. Ваша мама сейчас где? Дома. Нужно быть. Ей приносят извещение. Ваш сын погиб. Убираем всю эту туфту про героически, сражаясь, всю херню. Ваш сын погиб. Что ваша мама должна для себя ответить? За что погиб ее сын? За глупые действия своего правительства, скажем так, получается. Получается так. То есть, Иван, Ваня, погиб за глупые действия своего правительства. Что вы, ну май месяц, это уже март, апрель, май, третий месяц войны. Что вы знали о войне на момент, когда вы пошли военкомат? Да. Ничего я не знал. Вообще. Я особо политикой не интересовался и войну тоже. Представьте, мы тоже не интересовались 95% граждан Украины до 24.02. Очень мало касалась тема там РФ. Ну, как-то касалась, с 2014 года у нас война идет. Но потом всем стало интересно. У вас война. На май месяц уже тысяч тридцать погибших. У вас из населенного пункта были погибшие? Нет. Не было? Хорошая сторона в том, что можно потери размазать по всей этой дикой территории. И где-то там один, там пять, там десять, там тридцать. Ну, ну, то есть на конец мая вы, что у вас было в мыслях в голове про отношения Украины к РФ? Отношения Украины к РФ? Ты слышал то, что война идет. Ну, понятно все, что отрицательные войска ввели в чужую страну. У всех же такое отношение было бы. У вас было отношение плохое? Нет, почему? У меня нормальное отношение к Украине. Угу. Угу. И вы осуждали действие РФ? Ну, не прямо осуждал. Задавался вопросом, зачем нужно это. И все равно в этом участвовали? Ну, получается так. Все равно участвовал. Где логика? Сидеть не хотелось. Сидеть не хотелось. А были те, кто сидел? Кого посадили? Вы пробовали ответить на этот вопрос? А что действительно будет? Разобраться в законах. А там простая норма в том, что если ты уже отслужил срочку, контракт-то добровольно ты подписывал. Ну, получается так. Не, ну, не получается. Его же не могли тебя заставить подписать? Ну, да, не могли. То есть, одной фразой тебя посадят, это даже не психологическое давление. Это чисто я такой обманщик и все. А он рассказывал, что тут убивают комиссар? Нет. Никто не говорил об этом. Нам даже командиры говорили, что вы противника вообще даже не увидите. Будете сидеть или спасти и все. Вас обманули? Ну, под конец контракта получается, что да. Ну, когда я увидел первый раз военнослужащих Украины, когда меня взяли в плен и все. Это уже был, считай, конец контракта. Вы же понимаете, что вам повезло? Да. Ну, то есть, по сути, могла быть совсем другая история. Да. Я думаю, что нам есть смысл поднимать тему идеологических каких-то там, тут нацисты. Что про это вы знаете? Ну, что так слышало нацисты. А что слышали? Вот давайте. Чук сгоряча. Ну, говорили то, что тут мирное население убивает нацисты. А кто это говорил? Ну, так. В Ютубе пару раз попадались видео. Там рассказывали. А какие там каналы были? Да я уж даже не помню, какие каналы-то. А что еще такого? В принципе, все. В принципе, все. Это на вас как-то повлияло или вообще никак? Да не то, что повлияло. Внутреннее дело другой стороны. Здраво. Ну, я так понимаю, что единственная причина, по которой вы пошли воевать, это угроза посидеть в тюрьме. Да. Нежелание или нехотение. Или это вы в отмазку такую себе придумали и шли тупо заработать деньги? Нет, отчасти может быть и деньги. По большей части мне не хотелось сидеть. Хорошо. Кем вы работали? Механик-водитель. А, на гражданке. Да, имеется в виду. Производитель творога? Фермер? Нет, начальник работал, заводил. А, ну, я думаю, что должны были нормально платить. Ну, 27. Где-то так вот получилось. Это нормальное число для региона? Ну, как сказать. Не то, чтобы нормальное, не то, чтобы плохое. Среднее какое-то. Средняя зарплата для региона? Ну, так как-то. Вы делали сыр там, выполняли какие-то? Творог. Творог. А тут предложили 120. И математика сработала в голове. Потусуюсь три месяца, три на 120, 360. В противном случае мне бы эту сумму заработать за больше, чем в год. Правильно? За деньги-то можно заработать и на гражданке. Тебе сидеть неохота. Ну, сидеть неохота, да. Это, считай, все сразу. Перечеркнется. Со сроком-то трудно устроиться на работу куда-либо. Плохо, что мы не пробовали ответить и там задать вопрос любому юристу или даже погуглить две минуты. Что будет за отказ в подписании контракта? Ничего не будет. Ну, вы добровольно это сделали. Вы добровольно пошли воевать. Вас не убили, взяли в плен. Что нам, журналистам, как нам донести до вас, до людей, которых банальными какими-то страшилками запугивают и вы идете. Ну, фельдшер, который был до этого 55 лет, он, в принципе, стоит. Ему дали автомат, обманули во всем. Как это называется? Как у вас в стране это работает? Почему так? Ну, вы поняли, я помню, я говорю. Ну, про нашего фельдшера. Да, который... Он сам еле ходит, его отправили воевать. Обманывают по черному. Обманывают по черному. Обманывают. может сейчас номер телефона вашей матери да есть так вот этот тупняк я вырежу тот момент когда я набираю номер добавляю нам помогли найти обращаюсь пока к к пленным не к пленным к родителям ваши дети не знают номеров и мужья не знают номеров поэтому как-то давайте оформляйте заявки на бот чтобы у нас все было более-менее лаконично ну короче номер один телефон и второй телефон и оба выключены 7 963 12 правильно и 2 67 так собственно говоря не получилось у нас дозвониться если кто-то узнает человека пусть напишут по контактам мы предоставим возможность поговорить с родителями два телефона которых нам дали они по ходу не работают так и того воевали вы воевали сколько в момент взятия в плен вам оставалось до конца контракта недели неделя а деньги вам платили за то что вы сколько уже два месяца провоевали у меня был нтс оповещение приходили ну сеть не ловил вообще то есть вы реально не знали есть нет приходится ну мы знаем что не приходят расскажите как произошел момент пленения был минометный обстрел тут резко прекратился сколько там минуту сидели в окопе тут уже люди с автоматом подошли а чего не не оборонили но смысл нам броняться сделать чтобы в плен не попасть что мы рассказывали что будет в плену пытать будут пытать будет до вас пытали нет почему ну а потом кстати это рассказывал офицеры ваши офицеры они были в плену откуда они знают что что будет в плену доктор это что купи за ты продаю понял вы в окопе сидите и дальше что происходит подошли люди с автоматами выстрелили в окоп обороняться смысл у нас два автомата в окопе по ному рожку почему только один магазин не по одному рожку на автомата два рожка короче в общем получилось и все быка больше нету не понял от как у каждого 4 магазина один в этом и 3 тут у нас очень ушевой батальон был на границе все магазины расхватали остальным сколько досталось получается вы хотите сказать что вы сидели на передке в окопе с одним магазином с 30 патронами так бой закончится не начавшись да я знаю что не начавшись ну на мы говорили то что противника не увидел а командиры что вам не могли выдать быка там командиры все трехсот и ушли как их за трехсот или ну одного под минометном нашего взводника получается лейтенант да лейтенант получается он выбежал закопану этого этого двое нет это еще за сколько можешь недель за 2 до этого момента за две недели за двери за три недели где-то так я не помню что ну неважно за две недели разорвался снаряд ему психу голову ну курс снял его забрали в 300 и шо вы две недели без офицера были у нас только старший сержант сам оставался сам главный все у нас больше не был офицер но комбат начальник штаба который деревне постоянно сидели еще раз чтобы я понял чтобы я понял для себя личный состав роты правильно сколько человек был но мы не в роте мы отдельно механике стояли механики отдельно а шо вы вообще механики на передке делают но и впереди стояли войска когда там лесополз разбомбили командиры их не уронила они отошли назад а вы с машинами ну и получается что вас две недели не было командование офицеров а как воевать кто знает а если что-то надо делать в атаку не в атаку но это пара пара ци мог командир батальон передать командир батальона в селе три километра да нет так это был взводник а командир роты командир роты тоже 300 тоже 300 а замены почему не дали я не знаю почему замены не было вот у нас оставался замкомандира взвода сержант или старший сержант не помню уже все и он вами рулил нет но мы уже менее москов 20 лет было сержант тогда вообще короче ух понеслась это выглядит вообще как какая-то туристическая херня командиров нет сожрачка и проблема команды отдать некому вас обстреливают вы не знаете что делать если что начальник штаба говорил окапывайтесь глубже сидите все и и быка у вас нету а в деревне что на машинах и все а в деревне быка было вот это вот не знаю и это харьковская область ну да я даже не знаю какой-то область у меня я за решу харьковское направление у меня есть ответ почему они все позорно бежали потому что им тупо нечем было воевать и нету командирование то офицеров вы знаете да что всю харьковскую область освободили ну сто восемь машин за три дня вы нам полэндлизили подогнали сто восемь машин бросили просто технику я могу показать эти видео как наши заходят и просто стоит целая парковка танков там каких-то бтеров чтобы я покажу чтобы ты понимал как это происходит чтобы было интересно подумать тут будет обрезка пока еще у нас просто ролики как есть без нарезки вот все типа час чтобы потом нам не предъявили что мы какой-то факт обрезали умолчали неудобный показываю это сегодня в плен сдались вот еще вот уже так выглядит харьков харьковская область было вот так вот это все синенькое это то что за три дня освободили на это короче сейчас найду видео видео ну вот так вот бы как короче ваши бросают все склады все было брошен так пришел он в английском куда не ждали сейчас там будет вообще прикольное видео вот тоже подполковник в плен попал а вот прикольно вот это бонусы вот это бонусы вот это бонусы ну и таких видео с разных локаций сто восемь единиц тяжелой техники наши бойцы за трофеи или за три дня это в вашей позиции просто бросали там есть видео как ваши сваливают сами снимали и тоже выкладывали знаете как у вас это назвали так перегруппировка перегруппировка ваше командование это назвала запланированная перегруппировка в харьковской области вот молодой человек рассказывает что быка не было еды не было по сути я так понимаю что если бы наши пошли по этому направлению вы бы вас бы или всех убили или взяли бы в плен все равно защищаться в этом не могли и стал да и ничем ну ничем и не могли и подготовки у вас нет никакой подготовки есть таково то что по вождению нас тренировали и все самое долгое офицера у вас не было принимать оперативных решений никто не мог а сколько вас там было человек на этом передке человек нас было все которые здесь пять человек нас с техникой и все к какой-то лука как вообще планировалось держать оборону даже не знаю нас вообще сказать то что никого не будет кто взял в плен какой наш батальон не знаю напишите этих людей как описать ну нацисты в касках с рогами сс наклейки короче нет такого такого не было обычная вооруженная силу может спецназ какой я не то не мама спецназ что вы такое рассказываете спецназ ну это нормально экипировки видел ну нигра визу что я по экипировки служу сужу то у них нормально было да то территориальная наша оборона и волонтеры им подогнали у нас есть тро такая штука это обычных людей пошли защищать служить я думаю что-то тревожники там врачи фельдшера музыкант но это не точно вот такая у нас беседа получилось по сути да это четвертый человек из этой пятерки ну почему мы не записываем их одновременно потому что у каждого своя история история прикольна тем как их я назову это нанимают потому что вы наемник понимаете можно какими-то там красивыми словами обозвать контракт но это в чистом виде наемник который пошел в другую страну убивать людей опасаясь себе он объяснил это тем что он не хочет сидеть в тюрьме то есть жизнь быть убитым или убить кого-то человек не разобравшись ну сделал так вы оккупант забыл спросить нет нет мне не нужна же земля хорошо вы не оккупант а кто вы без высоко там парных заблудший сын не подумавший боец грубо говоря мясо мясо ну то что вас не подготовили это просто вопрос то есть если бы вас подготовили вы были бы не мясом это все равно был бы мясом живая силу то смотрите этот пример уже надо новый какой-то придумать потому что у зрителей наверное уже достал но всем интересные ответы когда началась вторая мировая война сорок первом году сорок первый год хорошо пусть будет сорок первое есть мнение что тридцать девятом но у вас она началось сорок первому как у нас ученик по истории было что произошло в сорок первом году по ученикам истории на циск и германии для сикла храницу до советского союза начались боевые действия вторглась на территорию ссср правильно формировал ну и и только что сказали как наши деды и мы называем их вторшихся в сорок первом году оккупант о хорошо что произошло 24 февраля 2022 года вторжение российских войск на территории украины как мы должны называть вас так получается оккупанты давайте я еще раз задам вопрос в оккупант я пришел не за землей вы конкретно пришли убивать украинских людей и оправдываете себя у вас был автомат добыл вас штампик в паспорте был что вы официально закона пересекли границу с украиной нет что вы делали на территорию украины независимого государства украина независимое на смерть что вы делали в военной форме с граната и автоматом на территории украины все сидел в окопе что я ничего не делал хорошо вы сидели в окопе ничего не делали ну да что делали наши военные оборонялись держали оборону обстреливали почему они это делали защищали свою территорию от кого от россии а солдаты россии кто получается оккупанты ну то есть вы можете сто раз использовать слово я пришел не за землей вы пришли в составе вы вы еще таких как вы мы уже поговорили четырьмя сотнями и таких уже 53 тысячи закопано то есть вы конкретно убежали от тюрьмы вот так оно и есть да но знаете вы оккупант пусть вам тяжело это возможно знать пусть оккупант у вас будет время над этим подумать пойдем в город зачем вы освободите мы вас одеваем вашу форму она есть и мы вас отпускаем нет вы чего-то боитесь да нет побоюсь конечно а чего что вы боитесь вы воин великой второй армии это не прикол мы действительно долго и нудно согласовывали это есть возможность вас переодеть в вашу форму и отпустить вам выдадут деньги вы за них распишитесь распишем напишите что претензий не имеете государственные день вас отпустят вас вывезут туда куда вы скажете на карте там не будет военных и полиции потому что они вас вернут просто назад там будет просто гражданство у вас будет возможность сесть такси на поезды и поехать в вашем направлении все же уж дальше почему-то никто не не соглашается мы реально три месяца выпрашивали согласовывали выпросили согласовали и найти еще вас говорят что тут русский язык притесняет во всей рашки что-то слыхал такое ну конечно слыхали за последнюю неделю на украинском языке много с вами людей развали нет вообще украинский язык не слышу а как так получается что у вас рассказывают про то что здесь проблема с русским языком кого-то притесняют мы с вами и все остальные люди которые с вами находятся там охраняют вас в каком они языке на русском как это можно уложить концепцию притеснения русского языка не знаю честно или специально все выучили русский язык я в том числе специально тогда вряд ли я это говорю для того чтобы вы подумали над тем что вас вам там вливают в уши чтобы зрители из великой на болотах тоже подумали как бы все есть что-то добавить со мной подискутировать может я неправильно там говорю оккупант не могу сказать единственное не идите на войну единственно что могу сказать о своих землякам почему не идти на зачем может кто-то как вы побоится в тюрьму сесть да вот что ж наверно сидеть сдохнуть я сейчас к такому мнению пришел пока сидел такому мнению пришли я надеюсь кто-то услышит и кто-то услышит и поймет спасибо деньги а And и и и Продолжение следует...